Значит, из чата по проекту United2Leaf озвучена следующая информация. Уважаемые коллеги, в течение нескольких часов будет доступна безлимитная продажа обернутых токенов UTLTW. Рекомендации выставляете ордер на 20-30 пунктов выше прайса, так как рост прогнозируется очень стремительный. На период старта продаж вот и вывод активов будут приостановлены для экономии ресурсов. Оставайтесь с нами. И по всей видимости из-за того, что большое количество было заходов на сайт, позднее там появилось объявление коллеги, очередь обрабатывается на сайт, подвисает. Сохраняем спокойствие. Лучше заходить с телефона. Проверьте, VPN должен быть отключен. И также вот это объявление, что сейчас происходит с платформой United2Leaf. В момент открытия безлимитной продажи обернутых токенов все члены клуба, порядка 100 тысяч с лишним человек, одномоментно начали заходить на сайт и выставлять ордера на покупку обернутого токена. К сожалению, серверные мощности не справляются. IT-отдел делает все возможное, чтобы стабилизировать обстановку и сделать ресурс доступным для всех. Ожидаем стабильной работы систем. И вот там выкладывали скриншот. На этом скриншоте... Добрый вечер. Звук очень плохой. Ничего не слышно. Так, коллеги, как меня слышно? Да, приветствую. Нормально слышно или плохо? Отлично, отлично слышно. Да, спасибо. Это значит, проверяйте что-то с вашим динамиком, потому что остальные нормально слышат. Так, и вот мы видим как раз скриншот. Так, у меня нет кабинета на новом сайте, поэтому, наверное, лучше, если этот скриншот прокомментируют те, у кого есть новый кабинет, кто может пояснить вот эту стоимость 761. Но я вижу цена, прайс, цена, сэлла маунт, количество продаваемых токенов 1000, да, и стоимость 761, 760 и так далее. Пожалуйста, кто готов прокомментировать все вот это, включайте микрофон, говорите. Перерыв был, но, как говорится, да, сегодня как раз подходящая ситуация. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей. Я думаю, что люди из-за страха, что они думают, что завтра ему будет стоить 1000 евро, этот токен, 1000 USDT. Поэтому они так скупают сейчас. Ну, и из этого они поднимают цен. Не знаю, никакое объяснение. Коллеги, кто-то может мне объяснить вот эта цена 761 BVSD или 761 1000 BVSD, это за что? То есть за 1000 чего? Один токен? Один токен. Стоит 761, продается 1000 токенов, это, соответственно, насколько я вижу, 761 1000 BVSD. Каждую 1000 продают и на плюс единицу поднимают. Это происходит автоматически? Автоматически. А почему, интересно, вот здесь на скриншоте я вижу, кто-то продает только 3 токена, а не 1000. Это каждый может сам устанавливать, сколько продавать? Покупка идет любого количества токенов. Или кто-то из людей может продавать, кто раньше 3 покупал. Компания продает по 1000 токенов. То есть 1000 токенов одна цена, следующая 1000 токенов другая цена, следующая 1000, третья цена, то есть плюс единица шаг. Если кто-то из людей продает, да, может быть, в стакане на продажу 3 токена, кто-то захотел может продать. Так, еще раз, коллеги, смотрите. Вот были циферки, так называемые VST, которые были на балансах в зеленых кабинетах. Потом предоставили возможность, если я правильно понимаю, конвертировать VST вот в эти самые BVSD. Только раньше было ограничение установлено, а сейчас, насколько я понимаю, ограничение снятое. Правильно я это понимаю или нет? Да, все верно. Так, то есть получается, сейчас человек, у которого есть на балансе n-ное количество, то есть человек, у которого есть n-ное количество VSD, может в неограниченных количествах вот эти VST конвертировать в BVSD. Хорошо, пожалуйста, кто уже это делал? У кого какие вообще мысли? Что в итоге получается? То есть это выгодно, невыгодно, там, если у человека было 1000 VST, сколько в итоге получается вот этих BVSD? Ну, VST к BVSD один к одному и плюс 2,5% комиссия BNB за перевод из зеленого в трасс. То есть у человека было, допустим, 1000 VST, он сконвертировал один к одному в 1000 BVSD, так, а дальше что он с ними? Заплатив комиссию из кармана в BNB, 2,5%. Хорошо. То есть он на 1000, это получается, 25 долларов заплатил, допустим, так, и у него получается 1000 BVSD. Хорошо, дальше что он с ними делает? Дальше он идет с ними на синий кабинет. За воду туда 1000 платит комиссию за ввод на синий кабинет, 4 или 5 BVSD, не помню, врать не буду. Ну, все, и может дальше развлекаться, как хочет. Ну, как раз это на самом интересном месте, как говорится, как в мексиканских сериалах, да, развлекаться. Развлечение-то в чем состоит? Во что он потом может эти BVSD сконвертировать? На USDT можно сейчас менять? Ну, в данный момент установлен лимит нижней 0,3 цены. Но пока по этой цене никто не покупает, поэтому продать невозможно. То есть можно, получается, сконвертировать BVSD, но именно потом эти BVSD продать пока нереально, потому что нет заявок на покупку, да? Ну, по 0,3 нет заявок на покупку. Вчера были, но вчера торговали 0,2. Можете поделиться, да, пожалуйста. Хочу еще поделиться, что необязательно иметь синий кабинет. Можно, имея BVSD в Trust Wallet, сконвертировать их на PancakeSwapе. Курс где-то 0,17-0,19 гуляет. То есть это в результате, получается, примерно где-то пятая часть остается, да, если там, например... Ну, если больше ликвидности не зальют, то примерно так. То есть, например, у человека было там 100, 100, ой, 1000 BVSD, в итоге они превратятся где-то в 170, в 170 долларов, да? Ну, сегодняшний день это так, если вот на PancakeSwapе. Хотя, если я правильно понимаю, кто-то, может быть, рассчитывает, что курс будет расти, да, и тогда можно будет по более выгодному курсу продать, да? Насколько я понимаю, проблемы с сайтом уже закончились, да? То есть был период, когда сайт зависал и был недоступен, сейчас он снова доступен, так? Да, все верно, может стать обладательными, обертающих, счастливых. Так, а вот эта рекомендация в тексте, выставляете ордер на 20-30 пунктов выше прайса, так как рост прогнозируется очень стремительный, Оксан, что по этому поводу думаете? Нет, ну это нормально, то же самое было, когда были покупки тестовые, вот этих трех, то есть выставляешь ордер выше, но он покупается... Он покупает по той цене, которая на данный момент есть, когда очередь доходит, то есть он не покупает вот по этой завышенной цене, но так как, чтобы ордер прошел, да, потому что если он уже к тому времени дойдет, например, станет выше, то ордер просто не сработает, это понятно. То есть берут с запасом, ставят цену, ничего страшного, он все равно купит по той цене, до которой на этот момент дойдет реальный. Да, конечно, когда они пишут, к сожалению, серверные мощности не справляются, при том, что, по словам Василенко, якобы к созданию сайта были привлечены там чуть ли не лучшие супер-пупер-мега-айтишники, и при том, что 100 тысяч человек, как бы для сайта, это, ну, не такой уж и, не такая уж и большая нагрузка. То есть как бы тут возникают вопросы в профессионализме. Ну, хорошо, по крайней мере, если сайт снова стал доступен. На данный момент сайт недоступен, невозможно зайти, лежит. Ага, так вот, Павел говорит, что сайт недоступен. Ну-ка, вот я прямо сейчас обновлю страницу, посмотрю. Ну, по крайней мере, главная страница сайта у меня вроде бы открывается, хотя, ну, это главное, у меня кабинета нет, поэтому, может быть, у Вас и главный... Пробуйте телефон, не с компьютера. С телефона пробуйте, не с компьютера, все открывается. Да, вот у меня главная страница открывается. Что вообще думаете вы, может быть, или ваши партнеры в целом про всю эту ситуацию с токенами, чпокенами? Это реальный, реальный способ для вывода средств? Или это просто какая-то игра? Игра с целью раздать людям фантики, скажем так. Как мы знаем, во-первых, вычли якобы за 22-й год потерпели убыток. Это раз, вычли с балансов, да. А во-вторых, сейчас, вот как Оксана говорит, в итоге, если VST сконвертировать в BVSD, и по текущему курсу это получается примерно только пятая часть. То есть, конечно, таким хитрым способом очень серьезно снизились все обязательства. То есть, вместо того, чтобы отдавать тысячу долларов, можно отдать 170. Нормальный ход для Василенко. Да, Андрей, как слышно? Да, Юр, привет. Говори. Да, но это не моя будет мысль. Я тут с одним сетевиком общался, ну так, немножко ему ситуацию обрисовал. По поводу наших кабинетов и токена. И его позиция, мысль была такая, что, скорее всего, этот токен может упасть до самых низких уровней. И как один из вариантов, что проект сольется просто-напросто. Ну, это его такие предположения, не знаю. Я так более оптимистично смотрю. Но пока что еще рановато говорить о чем-либо. Ну, он так пессимистически, я так послушал его. Ну, так как он опытный, да, сетевик, видимо, уже не расталкивался с такими моментами. Ну, так хайпер еще. Он даже из предыдущего проекта сейчас ушел. С-групп со своей командой уже чувствует, что, ну, проект уже все, не доживет до своих дней. То есть, и поэтому уходит в другие проекты. Здесь, ребят, смотрите, я задам такой вопрос. Вот. Как мы прекрасно знаем, что такое рыночный курс любого актива? То есть, это баланс спроса и предложения. Когда количество продающих какой-то актив, там, неважно, биткоин, нефть или что угодно, больше, чем же количество желающих купить, цена на этот актив падает. Когда количество, скажем так, желающих купить больше, цена, наоборот, растет. То есть, спрос превышает предложение. Вот кто может объяснить? Вот заявляется, что цена, допустим, токена, она увеличивается. Вот мы видим там 752, 753 и так далее. То есть, но мы с вами понимаем, вот сегодня наступило 8 марта и вроде бы как заявлено, что именно сегодня можно покупать эти токены в неограниченных количествах. То есть, именно вот как вы понимаете, как реализован этот механизм. То есть, понимаете, для меня, ну, всегда странно, хоть я и не трейдер, но я понимаю принципы трейдинга. То есть, когда мне говорят, что у нас есть некий фанти, который всегда растет только в цене и никогда не падает, это всегда странно. Это, знаете, сразу напоминает там МММ 94-го года, когда Сергей Мавроди говорил, акции АО МММ всегда будут только расти и никогда не упадут. То есть, сразу вот такие ассоциации. Потому что любой, любой рыночный инструмент, хоть акции, хоть там нефть, хоть золото, хоть биткоин, все подчинено законам рынка, балансу спроса и предложения. Да, не бывает такого, чтобы вот оно всегда только росло. Вот каким образом, вот как вы понимаете, здесь этот механизм реализован? Я так понимаю, что если есть внутренняя биржа, то действительно должен быть и спрос, и предложение. Ну, кто-то, допустим, хочет продать за какую-то цену свою, да, и есть желающий его купить, этот токен, внутри своей же биржи. Смотри, смотри, Юр, вот давай рассуждать логически. Конечно, предположим, что мы являемся создателями и хозяевами вот этой биржи. Конечно, мы с тобой, как администрация, как хозяева, можем установить технически, например, что курс на данный момент какого-то токена 761, и не долларом меньше, и не центом меньше. Да, технически мы можем это сделать, но, скажем так, возникает вопрос, а если нет желающих по такому курсу продавать? Ну, допустим, смотрите, биткоин на данный момент, кто знает, я сегодня не проверял, какой курс биткоин на сегодняшний день? Кто заглядывал? По последней информации 22 тысячи, может, чуть побольше сейчас, точно не знаю. Ну вот, давай, да, спасибо. То есть, допустим, смотрите, биткоин, биржевые биржи... Вот, у меня попал биткоин по 22 900. Хорошо. Это было где-то на феврале. Но это нет, я имею в виду сегодняшний курс, вот, допустим, 22 тысячи, да, мы технически... А он плавающий, кстати. Он плавающий. Смотрите, смотрите, смотри, Юр, мы, как хозяева биржи, можем технически установить, что человек не может продать, допустим, биткоин на нашей бирже по биржевому курсу, по текущему, а он должен продать, например, на 1000 долларов дешевле. Не за 22, а за 21, да? И что? И, скорее всего, тогда люди просто, ну, не будут делать заявки на нашей бирже, потому что человек понимает, я что, идиот? Если биткоин стоит 22 тысячи, с какого перепуга я буду продавать на 1000 дешевле? Он пойдет на другую биржу и там продаст, правильно? То есть, вот, я как бы сейчас рассуждаю, вот эта вот идеология, что мы всегда будем курс повышать, ну, хорошо, на здоровье повышайте, вопрос-то в том, а будет ли у вас кто-то покупать по данному курсу, который вы постоянно повышаете? То есть, искусственно повышать можно сколько угодно. Можно и обратный пример привести, допустим, на нашей бирже мы устанавливаем курс биткоина 50 тысяч. Вот мы хотим, чтобы люди у нас приходили и покупали биткины за 50 тысяч. И чего? И никто просто не будет покупать, потому что все прекрасно знают, что биржевой курс меньше, и все. Ну, вы сравниваете с биткоином, а он торгуется на других биржах, а наш великолепный токен только на нашей. Да, я биткоин просто привожу как пример, неважно, это может быть нефть, золото, что угодно, любой актив. Ну, там какой механизм, как я понимаю, то есть, я не адепт этого всего, но так как я попала, мне пришлось разобраться в этом во всем. То есть, механизм устроен следующим образом, то есть, да, они выставляют вот эти вот цены, каждая тысяча дороже на плюс единицу. То есть, это понятно, да, то есть, это цена компании. Но если, например, за эти деньги не будет ажиотажа и спроса, то есть, люди-то будут, а люди будут хотеть продать, они будут продавать дешевле, и, соответственно, рыночная цена пойдет вниз. Да, есть заявленная цена компании, но они так и будут эти висеть, да, вот где-то там наверху, вот такая вот цена. А по рынку все равно начнут торговаться ниже. То есть, получается, есть официальная заявленная цена самой биржи, а есть именно реальная цена рыночная, по которой люди реально готовы купить, да? Ну, как-то так, да. Да, это напоминает, например, курс той же внутрянки ВСТ в обменниках, да? Вроде бы как, когда до всех этих событий, там, годичной давности считалось, что курс евро брался биржевой, а сейчас мы прекрасно знаем, многие там свою внутрянку готовы, там, чуть ли не за 5 рублей, там, за 10, а кто-то из вообще даром готов отдавать, да? То есть, как бы, есть официальный курс, а есть именно реальный рыночный, по которому люди готовы продать. Да, все верно. Так, пожалуйста, такой вариант. Возможно, такой вариант, да. Ну, даже продажи того же евро, долларов, да? Там есть курс Центробанка и спекулятивный курс есть. Вот такой вариант. В каких-то моментах даже и процентов на 10 даже бывает разница. Я вот замечал, покупал сам даже пакеты так. То есть, по Центробанку одна стоимость, а сейчас в связи с кризисом, ну, цена возросла там на порядок. И покупал дороже пакет. Один тоже из вариантов. Ну, и спрос-предложение, как бы, на бирже вот этой внутренней тоже. Все правильно Оксана сейчас сказала, да. Тут же смотрите. Да, пожалуйста. Да-да-да, смотрите, а вы не считаете, что мы просто сами его как обесцениваем, так и поднимаем в цене? То есть, от чего это зависит? Ну, вот как бы, вот рассматривали такой вариант? Ну, это и есть рыночная цена. Вот, то есть, мы сами. Ну, что вообще убивает, да, вот убивает все там. Берем того же Мавродия, да. Что убило вот МММ? Ну, это может быть такой вариант какой-то примитивный. Ну, хотя это нормальный вариант, да. Пример. То есть, пока, допустим, он там заявил о себе, как МММ, это, блин, что-то такое большое там. И что сделало, например, правительство, да, нашей страны? Оно не позволило того, что он разовьет вот этот Мавр или что там у него было, там, не помню уже. Но дело в том, что потом же не отдали вот эти деньги, допустим, людям. Их просто вывезли куда-то, и никто не знал, где, куда их дели. И здесь вот вы не считаете, что мы сами панику вот эту сеем, и этим самым мы опускаем цену вот этой монеты там, или как это называется. Ну, там, не знаю, блин. Понимаете, о чем я? Ну, давайте монеты, да, чтобы проще звучало. Но, смотрите, вы говорите, опускаем. А как опускаем, если, извините, ее курс, наоборот, каждый раз растет? Вот у вас перед глазами сейчас 759, 760, 761. То есть, при продаже каждой тысячи токенов курс только растет. То есть, получается, по этой логике, чем больше этот токен покупает, тем он дороже становится. Ну, смотрите, здесь же тоже, да, это так происходит. Но дело в том, что был же дефицит этой монеты до 8 марта, правильно? А сейчас свободно. Ну, то есть, сейчас свободно, вот сколько хочешь, только покупай. Здесь уже зависит от того, кто и как на это посмотрит. То есть, кто будет покупать, а кто будет ждать и, например, выводить только эту монету. Ну, вот как-то вот так я это понимаю. Здесь Оксана, по-моему, сказала, что вот еще раз задам вопрос, просто проговорим. То есть, человек, у которого прямо сейчас уже есть энное количество БВСД, он может их обменять на ЮСДТ, как Оксана сказала, по-моему, по курсу 17, да, процентов. Но это если не заходить на синюю биржу, если у него нет синего кабинета, он не хочет идти дальше, да, там, не хочет видеть ни токенов, ничего, то он может обменять не просто на сторонней бирже по 0.17. Ага. Ну, смотрите, это важный момент. То есть, значит, получается, естественно, мы с вами знаем, немало есть людей, которые уже ни во что не верят, считают, что это все там произошел скам, уже ничего не будет. Но, получается, сейчас есть возможность, допустим, для человека, который уже ни во что не верит, пойти просто на PancakeSwap и обменять вот эти монеты. Там, допустим, как мы сказали, было 1000 ВСТ, обменял, получилось у тебя 170. Ну, как говорится, странные овцы, хоть шерсти клок, да, то есть хотя бы часть своих зависших денег обналичил, да. Вот так можно сделать. Да, причем она там, цена гуляет, там, 0.19 была вчера, ну, то есть она можно половить, если есть желание. Андрей, добрый день. Да, приветствую. Ну, не совсем это так, значит, на Pancake можно обменять, и сделки там периодически проходят, но эти сделки проходят на 10, на 15 долларов. То есть ты не сможешь там сейчас обменять БВСД и получить за них 20 тысяч ЮЗД, там нет такой ликвидности. Там в поле ликвидности всего 1700 долларов. Поэтому, да, люди тренируются, пробные сделки проводят периодически, курс от этого пляшет, да, чтобы хоть какой-то показывался. Но объем этих сделок, я же говорю, меньше 100 долларов. Ну, правильно, тысячу продали, 100 получили, все правильно. Никто не купит у вас БВСД, потому что никто не готов тысячи долларов вам отдать. Нету там тысячи долларов за БВСД на Pancake. Там есть всего 1000, вот ее гоняют туда-сюда. Нет, ну почему на CoinMarket, видно эти все транзакции? Пожалуйста, заходите, смотрите. Ну, посмотрите эти транзакции, да, последние какие были. Я смотрю. Я смотрю. Ну, 4 доллара, 94 доллара, 21 доллар, 4 доллара. Ну, найдите хоть одну транзакцию на 1000, на 2000 долларов. Ну, если вы продаете 1000 БВСД, это 170 долларов у вас. Да, а если вы хотите продать 30 тысяч БВСД, попробуйте продать на Pancake. Если вы хотите получить 1000, 2000 БВСД, попробуйте такую сделку. Я об этом и говорю. Я об этом и говорю, что паника, она может убить вообще все. Нет, это не паника, отсутствие ликвидности. Отсутствие ликвидности из-за чего? Юр, ну а отсутствие ликвидности из-за чего? Это по-любому паника, которая, ой, мне хоть что бы там вывести как-то, чего-то там. Уже он сделал вот такой путь, он уже провел там деньги вот туда, да. И здесь вот хотя бы там, я знаю, у меня просто ребята в команде, ну, все это имеют там кабинет там. И, допустим, они покупают за одну цену, продают за другую цену, да. И получается, как бы здесь тот человек, который не соображает вот это, да, вот этих моментов, естественно, он хочет вот, блин, ну, как бы здраные овцы, хоть шерсти клок. Ну, нужно свое хотя бы как-то вернуть. А я так понимаю, что, может быть, как-то нужно вот это убрать, ну, вот эти, ну, допустим, время нужно, да, какое-то, чтобы, может быть, оно выросло как-то, да. Я вот до 8 марта все это купила, эти три монеты, там, начислила 40 там у СДТ. Может быть, посмотрим, что в другом месяце будет. Ну, то есть, хотят вывести же те люди, которые или что-то очень много вложили, или, может быть, они паникуют, что у них не получится там вот это дальше, там, да. Допустим, я спокойно, ну, что есть там, что будет, то будет. Ну, риск, он, инвестиции – это всегда риск, правильно? Да. И поэтому… Смотрите, да, смотрите, ребят, вот я зашел как раз на CoinMarketCap. Я сегодня, по-моему, днем только заходил. Вот первый раз я вижу, что раньше здесь была цифра, там что-то 33 миллиона или что-то такое. Сейчас действительно я увидел, появилась цена вот эта 0.17, то есть 17 центов, да, и график появился. То есть раньше графика не было. И получается, вот здесь отображаются сделки, сделки на PancakeSwap, насколько я вижу. То есть вот здесь получается, кто-то уже совершает сделки обмена. Он, например, вот она цена 0.17,5, 0.17,45. Кто-то покупает, кто-то продает. Ну, ты посмотри, объем этих сделан, 4 доллара. Объем маленький, я согласен, да. Ну, вот 4 доллара, 94 доллара. Тут вообще на полдоллара, не знаю, кто тут развлекается. Понимаешь? Появятся сделки, когда люди готовы, кто-то готов отдать 2-5 тысяч USDT и купить много БВСД. Вот тогда можно будет говорить, да, что БВСД начал что-то стоить. А пока это чисто тренировочные сделки, которые чисто для имитации курса. Ну, смотрите, в принципе, я вот вижу как раз, кстати, что за 24 часа, то есть вот за сегодняшний день, получается на 3 тысячи долларов объем. То есть это значит именно совершено сделок вот на 3 тысячи долларов. Другое дело, что, конечно, смотрите, получается, кто-то ждет, может быть, роста курса и не хочет сейчас продавать, а ждет более выгодного курса, когда курс поднимется, да. А кто-то просто решает попробовать. То есть у человека в кабинете, допустим, тысячи этих БВСД или сколько-то там есть, он решает, ну, почему бы вот на 5 долларов не попробовать и посмотреть, оно вообще пройдет или нет. Вот, да, насколько я вижу, PancakeSwap, вот они. Ну, да, это чисто тренировочная альтернативная площадка, да. Где-то из траствали, там можешь спокойно менять. Но нужно же понимать, что на монетке не только можно продавать и покупать, так, на бирже, она же еще и доходность имеет. Не забывайте этот момент. То есть каждый месяц вы получаете на свои монетке определенную доходность. Это первый момент. А второй, вы еще и плечи можете брать инвестиционные внутренние. Пока они, конечно, там еще такие не особенно выгодные. Но это тоже в перспективе реально на этом зарабатывать. Вот. Такой момент. Смотрите, здесь я вижу какой положительный момент, скажем так. Мы неоднократно слышали нас о звонах и обсуждали, что ребята всех кинули, деньги давным-давно разворованы, ничего нет вообще. Ноль. Василенко всех кинул, да. То есть это мнение неоднократно озвучивалось. С другой стороны, мы сейчас видим, что, пожалуйста, человек, у которого есть BVSD, вот эти, может прямо сейчас пойти и сконвертировать это по курсу 0.17. Да, у него получится в итоге минус, но не ноль. Да, то есть из тысячи долларов волшебным образом превратится в 170 долларов, да. Но, опять же, человек, если он хочет распрощаться уже со всей этой темой, пожалуйста, он может так сделать. Ну да, сначала в зеленом кабинете забрали 20%, теперь от остатка ты еще получаешь 0.17. Да, то есть примерно от того, что у тебя было на момент закрытия кабинетов, в руках останется одна десятая часть активов. Да. Но это, как мы и обсуждали на предыдущих созвонах, как вернуть деньги, если у тебя нет денег. Да, могло бы вообще ничего не остаться. Могло бы вообще ничего не остаться, просто нам бы сказали, до свидания, ребят, у нас ничего не получилось. А тут что-то же нам пытаются как-то помочь, сделать. Может быть, время. Мы же как-то пережили этот год. Вот эти деньги, они же вообще там в завесе там висели где-то, да. И мы как-то прожили этот год. Но, может быть, сейчас надо подождать и вырулить эту ситуацию, чтобы нам все это забрать свое и, может быть, поиметь еще больше. То есть вот эти плечи, вот это все. Но это мое мнение, опять же, я не знаю, как вы там все думаете. Но у меня вот такая вот какая-то... Конечно, часть людей останутся здесь, наоборот, заработать. Именно на этих монетках, на BSD. А вот часть людей действительно захотят просто уйти там побыстрее, да, например, продать их. То есть это тоже не исключается. Здесь получается, знаете, такой интересный момент. Вот большинство людей, ну, привыкли как пассивный доход получать. У них есть счет ВИСТа. И вот там каждый месяц приходил пассив и все. И голову не надо было особо загружать. И, ну, и многие дальше бы, ну, скажем так, продолжали. Если бы все работало и дальше в таком режиме, просто многие бы продолжали бы получать в пассивном режиме без всякой крипты. А сейчас вот эта вся ситуация вынудила, по сути, людей начать в этом разбираться. То есть установить кошельки криптовалютные, да. Ну, даже вот я, хоть я с криптой, можно сказать, не новичок. То есть я там биткоином начал пользоваться году в 15-м или в 16-м. И то, даже вот глядя на все это, ну, вот, видите, мы с вами периодически делаем созвоны. И то приходится вот так в формате мозгового штурма обсуждать это и вникать, что вообще происходит, что это такое. Так что, ну, я вижу в этом плюс некий образовательный момент. Другое дело, конечно, никто из нас не знает, что из всего этого получится в итоге. То, что, как мы обсуждаем, то, что у людей уже сейчас есть возможность пойти, если они хотят с проектами Василенко распрощаться и забыть, как страшный сон, через PancakeSwap они могут взять и сконвертировать свои монетки и остаток забрать, вывезти. Ну, это хорошо, я считаю. То есть, по крайней мере, это не ноль. Я даже больше скажу, я знаю одну женщину, лидера, она, наоборот, сюда приглашает, уже там человек 10 пригласила, чтобы купить вот по выгодному курсу токен и дальше работать в проекте. Это я вот один такой пример услышал, я общался с ней недавно. Но она покупала еще вот по 400 даже долларов с небольшим беверезтишки, по-моему. Ну, тут ключевой момент какой. Если курс BWSD к доллару, к USDT будет расти, вот сейчас он начнет продаваться за 0,3, не декларироваться, а реально продаваться, то есть будут желающие покупать по 0,3 и потом будет потихоньку расти, тогда люди поверят. А если за 0,3 никто не покупает и опять все свалится на 0,17, ну, тогда, я думаю, мало будет тех, кто верит. Ну, опять же, спрос предложения и доходность этого токена частично будет отнимать людей. Насколько я вижу сами свечи, видно, что вот цена доходила вон даже до 21 цента. Вот это верхняя граница вот этой свечи, вон 33 цента была. Ну, то есть, как бы, в принципе, конечно, сейчас люди могут уже выжидать, скажем, выгодный момент, выгодный курс и ловить, так же, как с любой другой криптой, там, с биткоином или с эфиром, наблюдать за курсом и, соответственно, покупать или продавать по выгодному курсу. Да, тут сейчас, как обычно, цена этого обернутого токена растет очень сильно. Но, когда ты решил, что тебе уже хватит, и ты говоришь, ну, все, я обернутый токен буду продавать, ты его можешь продать только опять обратно в БВСД. И что, да, у тебя стало больше БВСД, и все дальше будет зависеть от того, а что с курсом БВСД, он вырос или упал? То есть, ты реально заработал или ты ничего не заработал? Ну, люди как раз будут отслеживать вот эти все свечи, да, упал он или вырос. Потому что в битке, он, я тоже, был момент по фиксации, я улетел в минус на 130 долларов, потом они мне вернулись обратно практически месяц, но не было никаких заработков. Вот, и там различные ситуации, биржевые, ну, какая-то биржа ушла с рынка, обанкротилась, да, и все, он рухнул опять в биткоин. То есть, любой чих на рынке, и все, биткоин падает. То есть, любая какая-то негативная ситуация на рынке, какие-то экономические передряги, и все, на это биткоин тоже реагирует. Потому что волатильная монетка ничем не обеспечена. Если бы эта монетка, соответственно, чем-то обеспечена была в каком-то секторе экономика, да, даже недвижимость, может быть, что-то там, IT-технологии какие-то, то, соответственно, спрос бы на нее был соответствующий. А так как она, ну, в каком секторе экономики работает? Что она, какую услугу и продукт она у нас рекламирует? Здесь, понимаешь, какая штука. Здесь, получается, плюс в чем? Здесь формировано за 8 лет большое комьюнити. И вот это большое комьюнити, ну, как мы говорили, открыто было 450 тысяч счетов Виста. Понятное дело, что там далеко не все стали там что-то делать. Ну, вот, как они сами цифру озвучили, 100 тысяч, да, в клубе участвует 100 тысяч человек. То есть это достаточно неплохое количество, неплохое комьюнити. Потому что, допустим, сейчас, как мы знаем, создать новую крипту особых-то проблем нет. Криптовалют уже 22 тысячи, да. Вопрос именно в том, чтобы этой криптой начали пользоваться. А здесь, получается, сложилась такая ситуация, что людей, можно сказать, в добровольно-принудительном порядке заставили пользоваться вот этим токеном, да. Потому что у людей есть циферки в кабинетах, ну, надо же что-то с ними делать. И, соответственно, вот предложили. Окей, вот вам вариант, что вы можете ваши ВСТ сконвертировать в BVSD и так далее. Здесь, получается, я согласен, что пока непонятно именно эфир, почему занимает второе место среди криптовалют. Потому что Виталик Бутерин именно в блокчейн эфира заложил возможность, по сути, на базе эфира создавать другие блокчейны и совершать транзакции и так далее. То есть, ну, заложил именно механизм, который действительно обеспечивает хороший спрос на эфир. В данном случае я вижу именно больше даже не технологическую поддержку, а именно поддержку того, что есть большое комьюнити. И если вдруг, кстати, допустим, даже кто-то настроен сейчас скептически, кто-то, может быть, даже заявление в полицию написал. Но если человек увидит, например, что курс там, предположим, начал расти и выгодно этот токен покупать, кто-то, может быть, решит поучаствовать, даже если он к этой затее относился скептически. Как говорится, понимаете, это с любой монетой. Итак, когда биткоин появился, 2009-2010 год, большинство людей, даже если слышали про него, у меня есть знакомые, которые говорили, я вот в те годы уже слышал про биток, но и предлагали купить. Но, во-первых, не знал, как купить. И, во-вторых, конечно, большинство людей думали, зачем мне эта ерунда нужна, какие-то циферки. За эти циферки непонятно отдавать реальные деньги. А есть у меня и другой пример. У меня знакомый за несколько долларов купил сколько-то битков и через несколько лет продал их за 20 тысяч долларов и был доволен как слон. Потому что, конечно, это крутая была сделка. За несколько долларов купил, потом продал за 20 тысяч. Но если бы он потерпел еще несколько лет, то продал бы уже за несколько миллионов долларов. Ну, вот тут уже вопрос, как говорится, терпения и веры. Потому что те люди, которые верят, что биток когда-нибудь снова будет 50 тысяч, они его не продают и одержат. А те, кто уже потерял веру, они там сбрасывают, даже если невыгодно. Фиксируют убыток, скажем так. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.